Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня расскажем о таком актере, как Денис Васильев. Денис Вячеславович Васильев – актер российского театра и кино, звезда сериалов «Единственный мой грех», «Шериф», «Серьезные отношения», «Курортная полиция» и «Нити судьбы». Денис Васильев родился 12 мая 1987 года в городе Москва. Вскоре родители развелись, и мать Дениса второй раз вышла замуж. В новой семье родилась сестра Елена. Хотя среди родственников мальчика не было артистов, Дениса привлекало творчество. Правда, сначала Денис младший увлекся футболом, серьезно занимался этим популярным среди ребят видом спорта. Начал 8 лет. Но уже в 12 стартовала актерская биография Дениса Васильева. Симпатичного паренька как-то заметили ассистента режиссера и пригласили на эпизодическую роль в молодежный спектакль. Так началась карьера юного москвича в театре Вячеслава Списивцева. Времени на два серьезных увлечения у парня не было. Денис отдал предпочтение театру и не прогадал. Игра Денису нравилась все больше и больше. Роли, которые предлагались Денису, становились крупнее. В старших классах школы юный актер сыграл Ромео. Когда Денис Васильев окончил общеобразовательную школу, у юношей не было сомнений в том, куда поступать. Конечно же, в театральный вуз. На тот момент за спиной у парня оказался солидный багаж. Добрый десяток ролей в различных постановках. Денис выбрал знаменитое Щепкинское училище, куда поступил с первого раза. Васильев попал на курс к известному наставнику Вектору Коршунову. Окончив в 2009 году Щепку, Денис Васильев поступил на службу в театр имени Маяковского. В послужном списке артиста уже было две награды. Первые премии 13-го конкурса студенческих работ по художественному слову и фестиваля «Золотой лист». Последнюю премию Денис получил за работу в постановке спектакля «Лето и дым», где сыграл Джона Бьюкенена. В отличие от многих молодых коллег, Денису Васильеву не пришлось начинать с крошечных ролей. Молодому человеку сразу же доверили серьезные работы в различных спектаклях. С 2010 года артист принял участие в постановках театральной компании «Наш театр». Первым фильмом стала мелодрама «Цветы для снежной королевы», в которой Денису досталась роль жениха, главной героини. На тот момент Денису исполнилось 19 лет. Через год, в 2007-м, молодой артист сыграл в еще одной мелодраме «Ностальгия по будущему». На этот раз Васильеву досталась главная роль. Денис проникновенно сыграл юношу, влюбленного в тяжело больную девушку. Засветился актер также в популярном ситкоме телеканала СТС «Папины дочки», где предстал в роли юноши Димы, школьного товарища Марии, которую исполнила Мирослава Карпович. К окончанию вуза на счету Дениса было уже пять работ в кино. Кроме вышеназванных фильмов, актер появился в картине «Две истории любви». Это тоже мелодрама, в которой Денис представил в роли Игоря, супруга Виктории. По сюжету фильма, любовь настигает не только двух молодых людей и развозчика пиццы, Константина и студентку Киру, но и их одиноких родителей. В 2008 году фильмография молодого Дениса пополнилась ролью в биографической драме «Савва», где главных героев сыграли Евгений Герасимов, Лев Борисов и Борис Плотников. Чаще всего Дениса Васильева можно увидеть в сериалах. В 2010 году актер снялся в боевике «Стреляющие горы», о пограничниках, охраняющих российско-грузинскую границу. В криминальном фильме «Шериф» Васильев примерил полицейскую форму, представив перед зрителями образ лейтенанта Андрея Климчака, подчиненного капитана Шаронова, которого сыграл Николай Добрынин. Очередная звездная роль досталась Васильеву в мелодраматическом сериале «Единственный мой грех», который сняла Корене Фолианс. Этот проект вышел на экраны в 2012 году и транслировался на Первом канале. Денис Васильев сыграл симпатичного и положительного молодого человека, принципиального, цельного и живущего по совестью. Трагедия юноши в том, что он влюбился в женщину, в которую нельзя было влюбляться, молодую супругу собственного отца. Роль принесла Денису первую популярность. В 2013 году подарил актеру сразу две знаменитые роли. В сериале «Серьезные отношения» Денис сыграл юного хитреца и авантюриста Глеба, а в украинском проекте «Скорая помощь» Денис появился в образе молодого медика. «Скорая помощь» – это популярная американская версия ЕР. В 2014 зритель увидели артиста уже в образе полицейского. Сериал «Курортная полиция» о работе специального подразделения, которое обеспечивало порядок на побережье Черного моря. На сегодня в творческом багаже Дениса Васильева уже десятки сыгранных ролей. Многими актер по праву гордится. Проект 2014 года – картина Никиты Михалкова «Солнечный удар». Это особый повод для гордости Дениса. Денис впервые сыграл в большом кино. Этот опыт бесценен, так как Васильеву посчастливилось работать под началом маститого режиссера. Денис появился в этой картине в роли студента. Личная жизнь Дениса Васильева О жизни вне театра и съемочной площадки артист старается говорить поменьше. Денис убежден, что зрителя должна интересовать лишь работа артиста, роли и его мастерство. А то, что касается сферы личной жизни, не нужно выносить. С будущей женой, актрисой Ириной Тараник, Денис познакомился в театральном вузе. Они вместе с Ириной учились на одном курсе и вместе закончили щепку. Девушка вместе с Денисом училась у Коршунова. Сейчас Ирина Тараник работает в РАМТ, но иногда вместе с мужем играет в спектаклях. После долгого романа и основательной проверки чувств, Денис и Ирина узаконили свои отношения. Это случилось летом 2014 года. А в октябре следующего года у пары родилась замечательная девочка, которую назвали Таисия. Забавные фото с дочерью и супругой актер размещает на собственном аккаунте в Инстаграме. Также на Фейсбуке есть группа официальная, где я вместе с Денисом ведем его группу. Она называется Денис Васильев. Всем, кому интересно, находите нас и присоединяйтесь. Обещаю, что там интересно. Денис Васильев «Сейчас». Сейчас актер находится на гребне успеха. За 2016 год Денис снялся в семи картинах, четырех из которых сыграл главные роли. Помимо появления в мелодраме «Ментальный привкус любви», актер преобразился в герой детективного сериала «Навождение» Артема Лосева. Это очень интересный четырехсерийный сериал. Посмотрите, не пожалеете. Молодой человек помогает Юлии Вербер, Марина Петренко сыграла с ним в тандеме. В поисках пропавшего мужа Александра, которого сыграл Роман Полянский. В фильме «Нити судьбы», созданном силами украинских киноматографистов, актер представил в образе персонажа Вадима, в которого влюблены сразу две сестры Ольга и Катя, Нила Сивацкая и Евгения Розанова. Девушки с рождения не знали о существовании друг друга и воспитывались в равных семьях. В этом же году вышел фильм «Принц Аталиона», примера которого состоялась на кинофестивале «Бридж оф Артс» в Ростове. Историю поздросли не от трех друзей Таши, Никиты и Миши. Имя актера также появилось в первых строчках титров сериала «Три королевы», где речь пошла о погибшем в виноделе, дело которого берется продолжить сын Виктор. Промеркнул также в эпизодической роли Денис Мелодраве «Судьба по имени Любовь», где главным героем сыграли Ирина Тараник и Антон Макарский. В ретро-детективе «Черная кошка» об участниках таинственной преступной группировки Денис Васильев получил роль заводского комсорга. Режиссер Антон Сиер собрал на одной рабочей площадке звездный актерский состав, куда вошли Игорь Петренко, Марина Андреева, Гела Месхи, Михаил Боярский, Константин Лавроненко. В 2017 году Денис Васильев порадовал поклонника работы в комедии «Мальчишник», где исполнил друга-женика, который собрал большую команду для участия в праздновании окончания холостяцкой жизни. Премьера состоялась в начале мая. Сейчас же Денис Васильев снимается в мелодраме «Жестокий мир мужчин», где он играет вместе с Рошаной Курковой главной роли и в мелодраме «Дожить до любви». Также недавно вышел сериал, который называется «Гражданский брак», где Денис сыграл главную роль. Хочется пожелать молодому актеру еще больше новых ролей, успехов в творчестве и в личной жизни, семейного счастья и благополучия. На этом мой рассказ подошел к концу. Всем, кому понравилось мое видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok